Привет! Меня зовут Максим, и я самый обычный парень, каким, возможно, являешься ты или твои друзья и знакомые. Учеба, работа, игры, девушка... Моя жизнь меня полностью устраивала, но всегда хотелось перейти, так сказать, на новый уровень, достичь чего-то большего. И такая возможность открылась мне с появлением программы 100-дневный воркаут, на которую я наткнулся, как обычно сидя в интернете или стайлинду в ВК. Если совсем коротко, то ребята, занимающиеся на турниках не первый год, в течение ровно 100 дней ежедневно выкладывают на своем сайте посты с информацией по питанию, силовым упражнениям и другой интересной и полезной информацией. А от участника требуется 5 раз в неделю заниматься, используя общую программу тренировок, которую выкладывают на этом же сайте. Тут же можно получать ответы на свои вопросы в комментариях к постам и делиться успехами. Ссылку вы видите на экране и там можно узнать все остальное о проекте, но а это видео расскажет вам о том, как прошла моя 100-дневка. К моменту регистрации нас в Снежникамске было 4 человека, но, к сожалению, насколько мне известно, уже по истечении двух недель я остался один. Да мне, в общем-то, так даже удобнее было, занимаешься свое удовольствие наедине со своими мыслями. Начинали весной, поэтому первое время, когда все на улице плыло, приходилось заниматься дома. Вот мое рабочее место. Турник, пол и полтора квадратных метра чистого пространства. Первая неделя была самой сложной. Упражнения были базовыми, но с непривычки мышцы забивались так, что с каждым днем становилось все тяжелее, особенно с подтягиваниями. В итоге за первые две недели я снизил количество подтягиваний за круг с 5 до 3. Всего кругов было 4, а это значит примерно с 20 подтягиваний за тренировку до 12. О круговом подходе можно почитать там же, на сайте. Были моменты, когда я не понимал, почему же у меня не выходит. Ну а потом расслабился и решил заниматься свое удовольствие. Хоть делать меньше подтягиваний за тренировку. Спустя пару недель мышцы привыкли и я понемногу догнал программу. Так что, ребята, если вначале будет тяжело, это нормально. Кроме информации по силовой части, нам также исправно предлагали программы питания, правила, советы и объясняли, как правильно питаться, чтобы набрать массу или, наоборот, снизить вес. Честно говоря, из всего этого я взял и закрепил для себя только пару основных правил, которых придерживаюсь до сих пор. Вот они, кстати, висят над монитором. Чай без сахара, еда без майонеза, никаких чипсов и подобной дряни, ну и так далее. Сразу скажу, что придерживаться этих ограничений мне было не так уж и сложно. Открыл для себя множество полезных и вкусных блюд, ну и начал немного готовить для себя более-менее невредную пищу. Ну а теперь, наверное, самое основное. Все-таки воркаут – уличный спорт, поэтому, как только асфальт просох, я решил-таки выйти на улицу. Это мое место тренировок – парк имени Габдулы Тукая. Здесь всегда много детей и иногда они подбегают, спрашивают, что это я тут делаю, выполняют упражнения вместе со мной. На соседних турниках иногда занимаются и другие ребята, и родителям приятно, что их мелкие впитывают хороший пример или что-то в этом роде. В такие моменты действительно радуешься, что в России стало популярно здоровье. Пару раз ко мне присоединялся местный охранник и пара бабушек. Тоже тут, отжимались по возможности. В общем, хоть я и занимался по 100 дневке один, скучно мне никогда не было. Шло время, и спустя дней 50 я уже стал понемногу понимать, что мне нужно. Видоизменять свою программу, добавлять новые элементы. Теперь перед тренировкой я покупаю водички, иду заниматься, и после тренировки сижу на скамейке и ем кашу с изюмом и орехами. Моя девушка теперь бегает в этом же парке почти каждый день. Моё новое тело ей очень нравится, и стоит продолжать заниматься хотя бы ради этого. И может это никак не связано, но спустя 70 дней я побрился на лосо, и после этого прибавилось мотивации что ли, типа лысый качок, все дела. Я действительно стал жить 100 дневкой, ждал следующего дня, чтобы снова бросить вызов самому себе и во что бы то ни стало дойти до конца. К слову, почти все участники вели свой дневник тренировок, и я тоже не стал исключением. Так что здесь можно посмотреть, как менялось моё тело в течение программы. Не сказать, чтобы моя голова прям тонула в мышцах, но как минимум выносливости прибавилось почти в два раза. Перед началом я делал максимум 9 чистых подтягиваний, и уже к середине 100 дневки эта цифра выросла до 15. Кстати, о выносливости. Последний блок 100 дневки, турбоблок, заставил попотеть. После завершающей недельки показатели силы значительно возросли, о чём я узнал во время последнего тренировочного дня. Возвращаясь назад, напомню, что из 12 подтягиваний за тренировку к сотому дню это число превратилось в 42 подтягивания. И это помимо последующих упражнений на руки в этот же день. Так что это всё вполне реально, ребят. Ну и напоследок. Хочется сказать огромное спасибо организаторам 100 дневного воркаута за прекрасную реализацию проекта. Пока участников в нём относительно мало, но, насколько я знаю, он стартует 2 раза в год. А это значит, именно у тебя есть возможность присоединиться к нему в ближайшем будущем. Что 100 дневка дала мне? Самодисциплину, подкачанное тело, здоровый и устоявшийся режим питания, ну и, конечно же, силу воли, которая, как мы знаем, является ограниченным ресурсом. Спасибо вам, ребята, за то, что я стал лучше. И если ты это смотришь, призывай.